Привет, друзья! Я специально затемнил комнату, чтобы более мистично казалась моя картина «Танцовщица». А вот это вот не подола её платья, нет, это краски лежат просто здесь в тюбиках. Посмотрите, как она танцует. Вот мы её переделываем, переделываем совместно с вами. Мы же делали коллективный разум, вы мне давали советы, где сделать светлее, где темнее. Может быть, волосы были у нас и красными, и чёрными, и разными. Но сейчас вопрос не об этом. Во-первых, я хочу сказать, зачем нужна суббота? Ну, суббота, ну, святой день, да? Зачем нужна суббота? Вот я субботу сегодня узнал, что суббота, и, наконец, выспался. Но не для этого нужна суббота. Это понятно, что я выспался, и вы выспитесь, если дадите себе такую возможность. То есть, то дело в другом. В закономерности, обратите, пожалуйста, внимание, как только я выспался, те же самые проблемы, вопросы, над которыми я, ну, как-то напряжённо, всю неделю напрягался рассуждать, искать решения, как выразить, как сказать. Вдруг я их увидел в поэтическом свете, то есть в ритме гармонии. Вот оно что такое, когда целостность. Есть, когда питание клеток мозга достаточно запасом кислорода, там, гормонов, химических веществ и прочее десятое, но мозг начинает работать нормально, он создаёт, а не только выживает. Потому что, когда мы решаем какие-то вопросы, очень важные для нас, волнующие для вас, и в этот момент, если вы не находитесь в состоянии хорошо выспавшимся, то мозг энергии тратится не на созидательную часть, где и взять энергию, а на восстановление. То есть, вы пытаетесь решить какой-то вопрос, а у вас не получается. Да, вам кажется, это невозможно, потому что энергии нет. А вот выспался, вот суббота была, вот я выспался, и сразу даже в каком-то таком ритмовом, гимновом, и я такое придумал, как ответить на вопрос. Я ведь всегда говорил, и кто-то мне уже и напоминал мою фразу, уже ставшую такую в притчевоязыцах, что в жизни есть самотворчество, а если сократить из жизни все длинные ноты и повторения, то это и будет наилучшее произведение. Да, в жизни есть самотворчество, если правильно на него смотреть. Если смотреть, выйдет мегарбоний. Вот посмотрите, теперь очень интересная вещь. Я хочу сказать, две Марии прекрасные у меня друзья. Ну, Мария Ако, она в Штатах, и Мария Сабо, она в Москве. Мария Сабо со мной работала в Центре защиты от средств, там, больше 15 лет. Она на меня как-то рассердилась и говорит, я вот смотрела, как вы переписываетесь там в ролике с Марией Сабо о том, что есть мистический опыт у человека о религии и о науке. Я, говорит, сделала лайк Марии Ако. Я, говорит, ее поддержала, потому что ты там говорил о науке человечности, она мне говорит, Мария Сабо, о науке человечности. А Мария Ако сказала, что там в комментах, сказала, что кроме науки ведь есть еще и мистический опыт, и Бехтерев, и другие, которые говорили. Ну, короче говоря, нельзя наукой все измерить, потому что есть и воля Божия. Я там говорил об этом, что есть фразы, например, на всю волю Божию, это же не объясняет как бы ничего. Надо как-то объяснить, и на закономерности свойства, явления предметов изучать. Это уже научная картина мира. Научная картина мира, конечно, она на все вопросы не отвечает, поэтому истина, как говорится, относительная. Да, абсолютно истины нету, потому что все в сравнении, все в сопоставлении, все в контексте. Истина в контексте. Ну, естественно, если у человека целостная сущность, духовно-физическая, естественно, он воспринимает, когда он здоров, когда он целостен, гармоничен, он и мир воспринимает целостным. И с людьми как-то выясняет отношения на другом уровне совершенно, на уровне, как говорится, условно говоря, божественном, на уровне миролюбия, мироздания, миросозидания, миротворчества, супереживания, любви. Конечно, гармонии. Гармония с собой и с миром, конечно. Вот выспался, и гармония появляется. Это один из моментов. Ключом занимаешься, применяешь ключ для гармонизации, для снятия стресса лишнего, для восстановления. Потом появляется и лучший сон, и стихи начинаешь писать, и картины начинаешь писать, и всё начинаешь понимать в творческом аспекте. И ко всему находишь творческий подход. Так вот там, когда Мария Ако и Мария Собо согласились друг с другом, и Мария Собо мне сказала потом, ты, говорит, первый раз я с тобой не согласна. Всегда я с тобой была согласна. А в этот раз, когда ты сказал, что наука, наука, как бы решает все вопросы, я говорю, Мария, ты откуда это взяла? Я не говорил этого, я говорил, там написано было в прошлом ролике, критерии гениальной, оптимальной науки, критерии науки, а не религии. Надо же название осмотреть, это первое. Во-вторых, Мария Ако написала, что наука не на все вопросы отвечает пока, и в конечном счёте мы надеемся, что она дорастёт до того, что она сможет и отвечать на вопросы, что есть Бог, на которые сегодня, в принципе, отвечает религия, религиозная картина мира. Но я поэтому, вот когда выспался, я думал, как же мне так аккуратно, аккуратно, ну так сказать, не обижая никого, не задевая ничьих святых чувств, чувства поиска такого творческого, объяснить мне, что я имел в виду. Вот это моё объяснение. Сейчас объясню. Вот смотрите. Я написал так. Вот я сейчас прочитаю, как я написал. У меня раньше было стихотворение, меня пронзила бесконечность, разумность жизни, беспредельность. Ну там же вечно непроявляемая, но всегда находящаяся с нами, всегда. И вот мой момент рваный, когда я был на петле напряжения, вдруг разверзлась вот это вот неожиданно. И я потом чуть ли не завопью. Вот оно, есть же оно, вот оно. Да. Ну, которое всегда с нами, но незамечаемое, где-то в бессознательных механизмах, а какое-то мироощущение такое целостное. И потом вот прижало меня к полу, чтобы я не вывалился из окна. Ну там был момент, я об этом говорил, рассказывал. Но дело не в этом. Меня пронзила эта бесконечность, набеги моего напряжения. Момент мой рваный, чтобы я остался, чтобы я уцелел. Да. И держало меня вот так, вот это необъяснимое, внезапно открывшееся, как вот развеживалось, понимаете. Держало меня на полу, пока я перестал дёргаться, и вмиг исчезла со всем своим мироизданием, во мне оставив вечный след, чтобы вечно рассуждать о том, с чем я столкнулся. С собой или с космосом? Каким? И тихо понимать, что тайна, что диалог не дотянуться. И вот я сейчас, я написал, вот сейчас, когда выспался, я написал как раз-таки в ответ на Марию Собо и Марию. Сейчас я скажу, сейчас, 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 это я ищу, я сейчас, секундочку. Так, и так Мария, ой, Мария Собо, мои такие друзья и соратники, молодцы, задели такой разговор там. Так, и вот так вот, смотрите. На крайнем пике напряжения мой Атман с Брахманом встречался, и мне раскрыл сознание бесконечности, единство вечности с сознанием, и свет, как разум беспредельным, чтобы различать добро и зло, и отделять зерно от плевел, чтобы не смешать критерий достоверности с мистичным опытом его. при определении своз явлений и закономерностей с переживаниями в поиске его. Вот для того, чтобы это понять, то, что я сейчас сказал, надо все-таки, конечно, вслушаться, потому что мистичный опыт, который бывает у философа, у того же Бехтерева, может быть, он был и у Ленина, у Канта, у кого угодно, мистичный опыт, это в каких-то условиях кризиса, во сне, между сном и бодрствовании, ну, мистичный опыт, обычно на пике напряжений каких-то возникновений. Это, конечно, изучать надо, но это изучает наука, психофизиология, психология, психология творчества, психолингвистика, нейрокибернетика, ну, там множество наук на стыке изучают, на стыке, потому что это отдельная наука не может это понять, это на стыке, это междисциплинарно изучается, научно, и в науке есть критерии достоверности, повторяемость события, например, что в одних и тех же условиях, если воспроизводится тот же результат, присложение и сочетание тех же условий, и алгоритмов или веществом и так далее, то это научно доказано, и оно будет повторяться всегда, хоть на Марсе, хоть на Луне, хоть на Земле. Это научно доказанный факт. А есть вот другой уровень мышления, о котором я сейчас не говорил, другой уровень метафизический, это другой уровень религиозный, целостный такой, который выше, выше, выше всех уровней мышления. Ну, кто-то называет это Богом, кто-то называет Брахманом, кто-то называет Абсолютом. Ну, у каждого своя картина мира в этом отношении. Я не об этом говорил, я говорил о научном. Поэтому смешивать зерна с плеволами, смешивать одно с другим, мух и котлет, не надо. А вот женщине, оказывается, между прочим, не важно. Потому что мне Мария Асабу сказала, ты просто не веришь, я просто не ожидал, что ты такой глупый. Она мне сказала, она имеет право, она мой друг. И вы имеете право. Если вы найдете, что где-то я неправильно говорю, так давайте критику. Конечно, я же открытый человек. Науку, человечность, и мы создаем до чего? Чтобы критерии были научными в определении понятий, что такое любовь, сопереживание, чувство бесценности живого, сотворчество, счастье, счастье быть собой, высшее счастье, быть собой и вместе. Когда вместе тоже быть собой, вот это высшее счастье. Когда вместе сотрудничаем, создаем что-то. определения научные, потому что они есть в религиозной картине. Конечно, в любой религии это есть. И чувство любви к ближнему, и все это есть, но там же так расплывчато. А наука человечности как раз и о том, а совместное ее создание с участниками из многих стран мира, как раз здесь, у нас на канале, как раз генерирует у нас еще и утверждает у нас в век наш, новый век перемен, эпоха перемен, в век, когда нас там кто-то что-то пытается роботизировать, расчеловечивать там и так далее, чтобы сохранить себе человечность, что это важно, любить, творить, созидать, сопереживать, быть вместе. но это же чудо такое, ну, когда все вместе об этом говорим, так я говорю, это наука человечности, от мистического опыта, переживания. Так это немножко разные уровни, это разные вещи, не надо их смешивать. Поэтому есть разный стиль, есть поэтический стиль, есть математический стиль, есть музыкальный стиль, это языки разные. Поэтому есть научная картина мира, которая вовсе не претендует на полную истину, да там так и сказано, она все время развивается, и нет предела совершенствования. Она не претендует. Но именно на научной картине мира строятся самолеты, да, я об этом же говорю, а не просто на том, что я верю, что Бог есть или нет Бога. Не в этом же дело. Вникнуть надо, о чем речь идет. Они так автоматом сразу, ах, я тебя не понял, ты был глуп, оказывается, в этот момент. Друзья, пишите, глупый я или нет, я вам разрешаю. Я вас всех люблю, потому что мы человеки, мы человеки, да, и каждый из нас испытывает какой-то, ну, такое, как это, можно сказать, не только мистическое, метафизический опыт. Чем отличается метафизическое мышление от диалектического? Мне сказал дядя Миша, Михаил Семенович Михайловский, проректор мединститута в Дагестане, где я учился, да, и Софа, его дочка, и Валерик, мои друзья, которые были, ну, о них я рассказывал, потом рассказывал, дядя Миша сказал, он так, такой мудрый был профессор, он сказал, диалектическое мышление отличается тем, от метафизического. Метафизическое, это каждая, каждый факт, который ты встретишь, или кто-то встречает, воспринимает, как дополнительное доказательство. а диалектическое, как повод для размышления. Вот так. Потому что мы люди думающие, человек хомо-сапиенс, человек разумный, а мы школа человек будущего, хомо-футурис, потому что если не думать о будущем, и не создавать это будущее, наше настоящее хомо-сапиенс будет разрушено. До встречи, друзья. До встречи. Не просто верить надо, а деять. Добрые дела. До свидания.